Всем привет! Это очередной выпуск новостей из Дома-2. А перед началом ролика не забудьте подписаться и досмотреть видео до конца, ведь в конце всё самое интересное. Из новостей, прилетевших с поляны, стала известна причина конфликта в семье Кати Гориной и Артура Николачука. Чуть не дошли до развода молодые супруги из-за спора о том, как поправить финансовый достаток и на какие средства жить в будущем. Артур Николачук вообразил себя большим специалистом по заработкам в сети ТикТок и даже собрался тренинги платные по этому вопросу организовать, забыв, как провалилась идея с тиктокерами, которых так звали на телепроект Дом-2 на самом реалити-шоу. Екатерина Горина, которая тогда уже была участницей проекта и свидетельницей этого провала, идею мужа не только не одобрила и настаивала на открытии шоурума, забыв о своем же намерении открыть пирожковую. Интересно, как можно поссориться только из-за планов на будущее, не имея четкого представления о бизнесе, не имея образования, как Горина Николачук, а только мечты и иллюзии? Участницы Дома-2 отказываются от Артема Гранта из-за его губ. Над Артемом смеются не только телезрители, но и некоторые ребята на телестройке, которые замечают, как мужчина крутится возле зеркала, напоминая бывшего участника телепроекта Захара Соленко. Если Захар был топчиком и мог отстоять себя в коллективе, то у Артема это плохо получается. Недавно он ходил к косметологу, и это стало очередным поводом для насмешек. Новенькие участницы Дома-2 отказываются от Гранта, ведь Артем увеличил губы, но заявляет, что только увлажнил, ведь впереди лето, и его красота не должна пострадать. Лишний вес, накачанные губы, уколы красоты, украшенные волосы и борода Гранта перестали воспринимать как надежного мужчину, девушки-телестройки, поэтому в недавнем дневном эфире Дома-2 выход Артема на подиум выяснили. А недавно новенькая Вера заметила, что Грант в ее вкусе, но его увлечение ее беспокоит. Если человек слишком любит себя, сможет ли он полюбить другого? У Гранта давно не было отношений на Доме-2. Мы уже обсуждали то, что ему дали черную метку, но вместо Артема ушел за ворота Сергей Гусаров. Также выгнали Никиту Балыкина, и сегодня выяснилось, что Егор Горбачев тоже отправился домой. Парни покидает Дом-2, значит, Гранту еще долго не придется за кем-то ухаживать, кроме себя любимого, не так ли? У Алены Опенченко не будет отношений с Козловым, предсказывает бабушка. Не успела Алена закрутить роман с Мишей, как он заинтересовался ее семьей, что неудивительно. Как Никите Балыкина с самого начала хотелось найти причину разгульного образа жизни этой участницы Дома-2, так и следующий ухажер призадумался, что его ждет и к чему готовится. Стало известно, что Миша хочет познакомиться с бабушкой своей девушки, которая гадает на картах на всех героев телешоу, но про свою внучку скромно умалчивает. Или Алена сама не озвучивает прогнозы? Сегодня стало известно, что бабушка Опенченко ничего плохого про Михаила не говорила, но уверена, что у Алены не будет отношений с Козловым, хотя у них и быстро завязались отношения. Они хотят жить вместе и подходят друг другу по характеру, но Опенченко надели на проекте корону практически с первого дня. Ее выходки и частую смену половых партнеров никогда не обсуждают на лобном. Ее поддерживают за активность и артистичность и дарят денежные призы. Бабушка сказала Алене, что Козлов такой мужик, как он сказал, так и будет, а Алена так не сможет. Опенченко не потерпит, чтобы ею руководили и ее поставили на место. Собственно, и к гадалке ходить не нужно, чтобы понять, что Алена и с Мишей скоро начнет мериться одним местом. Мы уже с вами обсуждали, как отношения с Балыкиным превратились в бесконечный конфликт из-за того, что Алена задавила парня своими амбициями. И Козлова, вероятнее всего, ждет такая же судьба. Или просто бабушка не хочет говорить Алене, что ей нужен ухажер побогаче. Алексей Безус расплакался от жалости, когда провожали Яну Захарову за ворота. Судя по тому, как Яна прощалась со своими подругами в вечернем эфире от 31 мая, организаторы Дома-2 поставили девушке песню «Дорожная». И как бы она ни старалась хорохориться, утверждая в социальных сетях, что сама приняла решение уйти, и это стало неожиданностью для участников проекта, видео с кадрами ее жизни на проекте смонтировали заранее, и на ее место провокатора быстро нашлась замена. Удивительно в этой ситуации не то, как набросилась на подарки Яны на лобном Катя Горина и Алены Опенченко, не отодвинув этот момент даже для приличия на несколько часов, а текущие по лицу Алексея Безуса слезы, горести и сочувствия. Безус расплакался от жалости, провожая Яну Захарову, за ворота. Он рассказал ребятам о тяжелой судьбе этой девушки, не знавшей родительской любви, не успевшей сказать маме «последнее прости» и страдающей от одиночества. Как я уже рассказывала, у Яны и с сестрой недопонимание, не только с обществом. Рассчитывать в жизни она может только на себя. Если верить Безусу, то Захарова не знала любви мамы и папы, поэтому искала это чувство в дружбе, пытаясь найти людей, с которыми ей будет хорошо и которые будут отвечать ей взаимностью. Но разве этими друзьями стали Опенченко и Горина или они общались с Яной ради выгоды и ее поддержки в коллективе? Как думаете? Жених Надежды Ермаковой Даниэль Чистов может потерять зрение. После поездки в Турцию, Санкт-Петербург и множества экскурсий Чистов хотел было найти работу и обеспечивать свою семью, но вдруг заболел. У Даниэля начались проблемы с глазами, зрение падает, а врачи поставили ему неутешительный диагноз. Даниэль может потерять зрение. Надя уже отвезла его в клинику и парню назначили капли и уколы в глаза, где под сетчаткой скопился гной. Изначально Даниэль не понимал, почему у него появилась чувствительность к свету, носил солнцезащитные очки. Теперь у него диагноз увеет и через неделю лечения будет ясно, что делать дальше. Зрители Дома-2 не доверяют этой паре с тех пор, как бывшие участники отказались от свадьбы на проекте и подвели рекламные отделы спонсоров телестройки. Многие подписчики Нади уверены, что она собирается рекламировать клинику и офтальмологов. Как я уже рассказывала, Даниэль намекал, что свадьба должна состояться в теплое время года, скорее всего в текущем свадебном сезоне. Но теперь его планы под угрозой, ведь нужно восстановить здоровье. Пожелаем Даниэлю скорейшего выздоровления, а Ермаковой железного терпения и удачи. Счастье не в детях. Бывшая участница Дома-2 Майя Донцова не разделяет радость беременной Ефременковой. Не все друзья и знакомые порадовались за пару бывших участников Дома-2, готовящихся стать родителями. Донцова не разделяет радость беременной Ефременковой и пишет в социальных сетях, что счастье не в детях, а в любви к себе и саморазвитии. По мнению Майи, женщину дети не сделают счастливой, если она уже несчастна со своим избранником, как и она в такой ситуации не даст радость и счастье своим близким. Если этого нет внутри, не стоит и стараться, все вокруг будут несчастны. Но в том случае, если женщина работает над собой и находит себе занятие по душе, ее близкие тоже рады и довольны. Довольно странно, что интересное положение Юлии Ефременковой, бывшие участники Дома-2, друзья Юлии и Мандезира восприняли по-разному. Или они считают, что в этой паре нет любви и ребенок не улучшит отношения Света Мурой и Ефременковой. Сама Донцова ранее до поездки в Таиланд часто говорила о том, что мечтает стать мамой. Она проходила обследование, лечение, но безрезультатно. И теперь ее мнение о детях изменилось. Или Майя на фоне популярной темы круговорота новостей о беременностях среди бывших героев телестройки решила пиарить очередные обучающие курсы. Значит, в ее случае, счастье в деньгах. Юлия Салибекова нашла новый способ отомстить бывшему мужу. Юлия получила официальный документ о разводе, отсудила у Тиграна недвижимость и почти сумела лишить его общения с детьми. Однако и не думает успокаиваться. Так, Салибекова с завидной регулярностью продолжает наведываться на проект и уже подыскала себе ухажера среди участников Дома-2, который по совместительству является главным врагом Тиграна. Так, внимание Юлии привлек Влад Дубровский, с которым она активно начала флиртовать. Впрочем, мало кто сомневается, что интерес этот вызван исключительно желанием насолить бывшему. Ведь для Тиграна Салибекова Дубровский – давний враг и соперник. Правда, это еще не все. Мстительная Юлия также смогла найти общий язык и с Юлией Белой. И даже сумела настроить последнюю против Тиграна, озвучив очередную порцию неприятной правды о бывшем. При этом Салибекова буквально набивается Белой в подруги, а некоторые участники даже предположили, что Мстительная Юлия фактически выживает Тиграна с проекта. В социальные сети попали уже более детальные кадры вечеринки, после которой Дом-2 могут снова закрыть. Такого на проекте еще не было никогда. Зрители давно привыкли к разрату, который творится на Доме-2. Да и сами организаторы, как видно, готовы терпеть на шоу уже не только эскортниц, в том числе и потенциальных, но и работниц вебкам-чатов. Более того, если Ольгу Рапунцель не один год травили за постыдное фото и видео из ее прошлого, то Анастасии Бигриной не напомнили об этом ни разу. Ситуация кардинально изменилась с появлением на проекте Сони Спаркс. И хотя поначалу и участники, и зрители закрывали глаза на то, что под камерами поселилась актриса порнофильмов, то после кадров, которые облетели социальные сети накануне, речь зашла о возможном закрытии Дома-2. По крайней мере, наблюдать за таким с экранов телевизоров в программе якобы про любовь и построение отношений будут готовы далеко не все. Судя по всему, Спаркс намерена не просто продолжать свою трудовую деятельность, и не исключено, что занимается этими сейчас прямо под камерами, но и совращать других участниц. На вечеринке, когда девчонки изрядно перебрали и устроили танцы на столе, Соня переплюнула их всех вместе взятых. Так именно Спаркс требовала от Аленая Печенка и Юлии Белой трясти на камеры своими пятыми точками, не забывая призывно их нахлопывать и даже облизывать. Кроме того, Соня буквально силком пыталась поцеловать Юлю, хотя последней пыталась сопротивляться. Но по итогу Соня целовалась по-настоящему и с Аленой Печенкой, и с Юлией Белой, и даже с новенькой участницей Дома-2. Всю дичь, которая творилась на поляне, вставить в это видео я не смогу. Однако хочу заметить, что на проекте еще никогда не было такого разврата. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.